Друзья мои, мы пришли к тому моменту, что мы будем сейчас молиться и то, как я просто все время повторяю, все время говорю об этом. Если вы смотрите нас и вы хотите присоединиться к этой молитве, будьте участниками молитвы, будьте молитвенником, а не наблюдателем. Молитесь с нами, молитесь вслух, не можете вслух, присоединяйтесь в своем сердце, но будьте частью этого и давайте будем в единстве, в согласии молиться. Николай, давайте вы начнете, Светлана продолжит и я завершу нас. Здесь еще пять минут для того, чтобы молиться. Отец, мы благодарим тебя за то, что ты Бог наш. Мы благодарим тебя, что абсолютно все под твоим божественным контролем. И Господи, я сейчас приношу на руках молитвы драгоценных зрителей, тех, кто смотрит нас по ту сторону экрана и те, которые нуждаются особенно сегодня в твоей божественном исцелении, в твоей руке. Прикоснись, чтобы все изменилось. Прикоснись, Господь, во имя Иисуса, чтобы пришло исцеление. Мы сегодня запрещаем всякому духу ковида, особенно ковида, который мучит людей. Дай дыхание свободное, дай, Господь, освобождение, исцеление легких. Пусть будет дыхание легким. Я прошу тебя, Господь, за всякие разные болезни, которые есть, Господь, сегодня в жизнях людей, которые умоляют и просят. И о различных трудностях, о различных болезнях, и о раке, и о позвоночнике, и о каких-то внутренних болезнях, и сердце, и почке, и легкие камни, и, может быть, желудочной тракте, и все, что происходит. И, возможно, Господь, другие какие-то болезни, которые мы сегодня не называем, но они есть. Люди пишут, нуждаются, просят, взывают о помощи. И сегодня мы согласились, как Твое Слово говорит, где вас двое или трое согласятся. И сегодня молитва согласия. Мы просим во имя Иисуса, Отец, у Тебя. Дай Твое божественное исцеление. Во имя Иисуса. Дай Твое божественное исцеление. Прямо сейчас. И пусть придет свобода, и пусть придет чудо в жизнь каждой судьбы. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Халилюя. Халилюя. Во имя Иисуса Христа мы приказываем исцелиться костям. Прямо сейчас я вижу тазобедренные суставы, эту область таза. Во имя Иисуса Христа мы прямо сейчас приказываем полное восстановление. Полное восстановление всех суставов и костей. Именем Иисуса Христа мы запрещаем быть в телах этой болезни. Какого бы то ни было артриту, артрозу, остеопорозу. Именем Иисуса Христа, суставы, говорим вам. Вы исцелены. Прямо сейчас. Сила Божия касается вас. Прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. Жизнь без боли. Жизнь без боли. Симптомом приказываем выйти вон этой боли. Приказываем выйти вон. Во имя Иисуса шейный отдел позвоночника. Ты исцелен. Во имя Иисуса благословляем иммунитет сейчас. Запрещаем быть аутоиммунным заболеванием. Во имя Иисуса иммунитет. Радуйся. Ты благословен. Ты благословен. Прямо сейчас мы благословляем печень и почки. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. И болезнь Альцгеймера. Во имя Иисуса выйди вон. Этот нечистый дух выйди вон. Прямо сейчас мы благословляем сосуды головного мозга. Прямо сейчас никакого сужения, никаких спазмов, никакой боли. О, нормальный кровоток в мозг, нормальный отток этой ликворной жидкости во имя Иисуса Христа. И прямо сейчас я благословляю зрение, благословляю глаза, благословляю все, что связано со зрением. Зрение единица во имя Иисуса Христа для тех, кто нуждается в этом. Аминь. Отец Небесный, мы также соглашаемся и молимся об исцелении семей. Те, которые сейчас переживают или пережили, может быть, какие-то травмирующие события. То, что оставило раны внутри, то, что оставило раны в отношениях. Мы молимся о том, чтобы эти семьи прямо сейчас получили свое исцеление, приняли свое исцеление. Чтобы это просто как облако славы, как облако любви просто опустилось на вас во имя Иисуса Христа. Пусть всякая боль, она утихнет, пусть всякая печаль, обида, пусть это уйдет, пусть это растворится во имя Иисуса Христа. Пусть будет ощущение, как будто бы, как будто в задымленную комнату просто открывают форточку, открывают окно. И просто свежий ветер просто делает свежим воздух, делает просто приятным там пребывание. Во имя Иисуса мы благословляем семьи, мы благословляем семьи и провозглашаем полное исцеление в отношениях. В отношениях отцов и детей, в отношениях матерей и детей, сыновей и своих родителей, дочерей и своих матерей. Во имя Иисуса пусть исцеление придет в вашу жизнь. Во имя Иисуса Христа мы также молимся за людей, которым нужно душевное исцеление, которые, может быть, пребывают в душевной болезни. Мы молимся за вас и благословляем вас. Мы делаем так же, как делал Иисус. Однажды просто достаточно было Слова, которое Он послал, и это Слово совершило свою работу. И Он сказал, что вы будете делать эти дела и больше этого сотворите. И мы посылаем в вашу жизнь Слово «Будь исцелен, будь исцелена во имя Иисуса Христа». И пусть по твоей вере будет тебе. Принимай свое исцеление во имя Иисуса Христа. Мы благословляем вас. Пусть эти душевные раны, они прямо сейчас затягиваются, прямо сейчас рубцуются. Душа перестает кровоточить, душа перестает терять силы, перестает бороться с сомнениями и начинает наслаждаться, и быть в покое в Божьем мире и в Божьем доверии. Начинает находиться в вере во имя Иисуса Христа. Мы благословляем вас. И да будет вся слава и честь нашему Господу во имя Иисуса. Аминь. Друзья мои, пожалуйста, я прошу вас, присылайте свои свидетельства. Я верю, что сейчас невероятные вещи происходили в вашей жизни или в жизни ваших близких. Пусть это не останется только у вас. Поделитесь этим с нами. Дайте нам просто рассказать об этом. Пусть об этом услышат многие. Потому что кто-то проходит через то же самое, через что и вы проходите сейчас. И для кого-то это будет искра веры, которую он поймает для себя и получит свое исцеление, и примет свое исцеление. Поэтому, пожалуйста, обязательно поделитесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!